В жизни любого юноши это событие из разряда первостепенных. У молодого человека появляется первая по-настоящему, можно сказать, государственная ответственность и обязанность. Идти на срочную службу в армию, выполнять свой конституционный долг. В военный комиссариат на призывную комиссию прибыли первые 40 призывников. И у каждого из них ситуация своя. Скажем, кто-то и хотел бы продолжить очную учебу в ВУЗе, по которой дается отсрочка. Но если завалил сессию, то получается, что надо идти служить в армию. А потом, допустим, вернуться, восстановиться в институте и доучиться. И все-таки это решение идти в армию проистекает далеко не из прагматических соображений. Оно напрямую связано с настоящими, жизненными и даже, можно сказать, семейными ценностями. Если ребенок в семье с детских лет, как говорится, воспитывается патриотом, то он таким и будет. А если родители пьют наркотики, употребляют и так далее, то, конечно, в таких семьях такое потом собрасывает. Не твердое. Скажите, пожалуйста, вы в армию проходили сами? Да, я просто жил, я подполковник поставки. Хочу дисциплинировать себя и физическую подготовку получить. Куда хотите вообще служить идти? Возможно, в ВДВ, но в войска, где упор на физическую подготовку осуществляют. Просто так боксом занимался, но физкультурой занимаюсь иногда. Скажите, у вас в семье военная есть? Держка был. Разведчик, еще как-то со флотом связан, у меня от него тельняшка осталась. В этот день в военкомате побывал исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Сергей Горелов. Военный комиссар городов Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский и Щелковского района Александр Спирин провел его по кабинетам и проинформировал о работе учреждения. Он рассказал, что призывники сначала проходят медицинское обследование, затем молодые люди предстают перед самой призывной комиссией, в работе которой традиционно активное участие принимают представители администрации муниципалитета. Мы постоянно взаимодействуем с военкоматом, постоянно у нас идет непрерывная, точнее, работа. И по первичному, и по военно-патриотическому воспитанию молодежи совместными, и там проведение сборов и всего прочего, очень много вопросов, связанных именно работой с молодежью. Потому что молодежь должна быть у нас крепкая, здоровая, понимать, что защищать родину – это его не только функциональная обязанность, но это и исполнение знакового долга, и он будет гордиться потом и вспоминать об этом весь период своей жизни, наверное. Весенний призыв, который начался 1 апреля, продлится до 15 июля. В ряды вооруженных сил от нашего военкомата отправятся более 200 человек. Андрей Циханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».